Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Руководитель Центральной избирательной комиссии Кристина Берзин у нас в студии. Здравствуйте. Доброе утро. Сразу телефон напрямого эфира. Напомню вам. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9 и номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1. Им вы тоже можете пользоваться, если руки свободны и вы не за рулем. Ну, начнем, наверное, с актуальных вопросов, а потом уже обо всем остальном. Вы не так долго на своей должности, вот у вас уже сколько приключений. Теперь уже назначена дата, осталось Сейму только утвердить. Ну, наверное, уже такие технические моменты. Ну, сначала комбин, да, потом Сейм, да, но, в принципе, мы понимаем, в какую сторону это все движется. Вот, может быть, несколько слов по таким временным моментам. Может, многим непонятно, какой период вообще для подготовки к самому процессу. Потом еще ведь должен быть объявлен период для какой-то предвыборной кампании, да, чтобы КНАП считал вот эти расходы. Вот в случае внеочередных выборов какой порядок вообще действует? Чуть-чуть поясните нам. Ну, вот ситуация такая, что такого неочередного порядка в законе выборов самоправильнее вообще нет. Нет. Нет, да. И поэтому это решение, которое обсуждается, что в этом специальном законе тоже будет… Описана процедура, да? Описана, ну, не процедура, процедура у нас в законе есть, но это те сроки будут… Указаны, да? Указаны, да. В каких сроках тогда вот Центральная избирательная комиссия, пилосонимизммиграция, это парвал, да забываю всегда по-русски. Гражданской миграции, да. Да, и избирательная комиссия Риги, в каких сроках тогда вот какие самые эти главные сроки, в каких надо будет, например, принимать списки кандидатов, в каких сроках можно будет поменять участок, если он неудобен. Ну, вот эти сроки надо будет уточнить в этом специальном законе. Но это все равно будет такие экспресс-процедуры. Экспресс… Да, конечно, все очень в короткие сроки нужно сделать, потому что последние… Ну, сейчас в законе сказано, что 5 март – это последняя дата, когда можно делать неочередные выборы Думы, потому что 15 месяцев до очередных выборов в Думе. Это у нас будет 21 года, 5 июня. А вот тогда последняя суббота, когда это возможно, это 29 февраля. Ну, в принципе, как мы знаем, министр господин Пуце обмолвился, видимо, в надежде на те поправки, которые сейчас все им внесены, что, может быть, если не удастся, не успеет 29 февраля, то тогда вперед в март, я так понимаю, что там ближайшее 7 марта. Это уже позже, чем 5 марта, но если будут поправки, то можно, да? Да, ну, конечно, для избирательных комиссий это… Чем длиннее этот период подготовить, тем, наверное, лучше. Нам совсем длиннее он тоже не может быть, потому что это неочередные выборы. Ну, конечно, да, если так было, то мы бы были рады, потому что и, как сказать, еще праздники, например, в декабре у нас много выходных дней, и в этом случае, может быть, Централизм избирком, это не самое худшее положение, вот комиссии Рыжская избирательная комиссия, у них сложно, потому что надо комплектовать комиссии, ну, участковые комиссии, эти процедуры тоже по подкупам, ну, там есть сложности, да. Вот, может быть, чуть-чуть напомните нашим радиослушателям порядок вообще проведения вот этих выборов самоуправления, ну, по срокам, вы уже сказали, видимо, в законе будет что-то по срокам, как-то дальше происходит там регистрация списков, жеребевка, чуть-чуть поясните, да? Ну, да, так что от выборов в самоуправлении, то списки кандидатов надо будет подать в комиссию Рыжской избирательной комиссии, не в Центре избиркома, как нам привычно, так это первое. Второе, другая процедура, по сути, не меняется, тоже у нас будет списки избирателей в самоуправлении, право голоса у тех избирателей, у которых было место жительства в Риге 1 декабря, это если будет избирательный день 29 февраля, но это 90 дней до выборов, и можно и голосовать, если у вас в Риге имущество, да, но тогда надо будет поменять этот участок, для того, что в первую очередь все избиратели включены в списках по месту жительства. Да, и, кстати, важный момент, можно голосовать не по всей Риге, да, а вот именно в том участке, где вы в списки внесены, да? Да, потому что мы пробовали эту возможность голосовать на любом участке выборов, парламентских выборов, но это совсем другой закон. В законе самоуправления, выборов самоуправления, этого порядка еще нет. Поэтому и все-таки, наверное, и не будет такая возможность на любом голосовать, но можно будет голосовать на своем. Но так как это выборы только в Рижской Думе, тоже так тяжело осознавать, что это не выборы всех самоуправлений, это только Рига будет выбирать, только Рижане. Вы вот упомянули, что Рижская комиссия, она под вами, под Центральной избирательной комиссией, или это вообще автономный какой-то орган? Ну, конечно, им надо нас слушать, да, но сказать, что они под нами полностью, так нельзя, поэтому что Рижская избирательная комиссия выбирает сама Дума. Не Центризбирком, а Дума, депутаты Думы. Поэтому они такая как самоуправление, структура самоуправления, да. Вчера прозвучало предложение объединения для развития «за» по поводу того, чтобы отсрочить, если будут эти неочередные выборы, чтобы пропустить следующие выборы очередные, и уже через пять с половиной лет голосовать. Ну, об этом я бы сказала, что это политика, я бы не хотела комментировать правильно это или неправильно. И с точки зрения выборов можно сказать, что все процедуры, которые делаются очень близко к выборам, не очень хорошо, но у депутатов такие права есть поменять что-то, ну, и это дело за них. Сейчас вообще тонкая грань, ведь, грубо говоря, это послужило таким поводом для того, чтобы как-то упорядочить законы и привести в порядок что-то, да, и дать ход тому, что давно уже надо было решить. С другой стороны, политический окрас все равно есть. Здесь тонкая грань такая. Ну, наверное, это потому, что мы в такой эпохе живем, что все так очень быстро меняется, что мы даже не успеем как-то подумать вперед, да. Когда случается эта ситуация, тогда смотрим, ой, точно, такая большая самоправление Рига, там будет только три администратора. Тоже как-то неправильно, правильно, но что надо, это, может быть, было понять чуть-чуть раньше, то, ну, как-то не получается. Но это по-человечески, я думаю, у нас всех так, что все отлаживаем на последнее. Говоря еще о процедуре, может быть, на поле этажа радиослуштеля, все-таки выборы, если они будут, скорее всего, будут неочередные. Не все, естественно, об этом думали, не все ожидали. Какой порядок? Обязательно нужно приходить на участок с паспортом или достаточно только с ID-карт? Какой порядок, напомните? Можно и с паспортами, и ID-картах. Так что у нас в списке избирателей, то у нас не нужно эти… Печать оставить, да? Да, печать не будет ставиться, и в Альтарапле от Сибис тоже не нужно. То есть в этом плане простая процедура? Да, в этом плане простая. Также будет возможность поменять участок. Но, как я уже сказала, что эти сроки будут короче, то если так, как сейчас планируется, то это будет где-то две недели, когда надо будет поменять участок. Еще, может быть, по срокам до сих пор, я так понимаю, был такой порядок, что обычно новая дума или новое самоуправление, неважно какое, рижское или такое, приступает к своей работе практически через месяц после выборов. Что сейчас? В этом плане порядок поменяется? Это я так сейчас не скажу. Но, по-моему, тоже там, когда надо будет, это будет в законе. Прописано, да? В каких сроках тогда новая дума начнет работать, по-моему, потому что этот порядок, который уже на очередных выборах, по-моему, не будет. Ну, порядок будет подсчета такой же, быстро ночью все будет происходить, да? Подсчет, да, так же будет. Мы тоже в эти короткие сроки, ну, надеемся, что успеем тоже сделать все эти электронные системы, чтобы можно было и списки подать, и публиковать их в интернет, как все привыкли, и также результаты тоже публиковать, как все привыкли, ночью. Конечно, это очень тоже сложно для этой компании, с кем мы работаем, за два месяца все это сделать, но постараемся. И наблюдатели, видимо, тоже могут быть. Да, наблюдатели. Традиционный процесс, да? Да, все, как всегда, ну, просто эти сроки, ну, короче, да. Мы знаем, что в самой Центральной избирательной комиссии не такой большой штат, и во время выборов вы всегда набираете вот этих людей, которые там оформляют все, да, вот в этом году, готовясь к этим неочередным выборам, какие-то сложности могут возникнуть? Ну, вот эта сложность самая большая у нас, это первое, это система, опять же, электронная система, это сложно. Другое, может быть, это и процедуры покупков, да, потому что в таких коротких сроках нужны и другие процедуры, наверное, мы не сможем сделать все по процедуре, там, два месяца нужно для процедуре, чтобы выбрать, например, кто, который, не знаю, эти конверты, избирательные конверты нам надо делать, то тоже, ну, наверное, будет САРУ на процедуру, но не конкурс. Да, как обычно, это два месяца конкурс, конкурс подавать, потом протестовать. Такие сложности. А работников, я думаю, у нас никогда не очень много работников, ну, может быть, кого-то надо будет, там, не знаю. Ну, как-то его призывать через соцсети, сейчас все, вот, «Тейр Дарпс» хэштег очень популярный. Ну, это будет, избирательный участок будет оформиться, да, в Риге, и там, наверное, надо будет что-то думать, потому что мы знаем, что не все люди готовы работать, ну, вот эти длинные часа, и тогда у нас проблема, ну, не у нас, а у Рижской комиссии, была уже проблема оформить эти комиссии, да. Но здесь хорошая вещь, что, ну, такое, что, наверное, зарплата на участках, когда вы работаете Рижской, в Думе, в выборах самоуправления, и больше, чем тогда, когда, например, происходит выбор в парламент, поэтому что... Отличаются? Да, оплачивается это с бюджета Рижской Думы. А, и там побольше. И там побольше ставки, да. А, да, вот раз мы про деньги заговорили, министр господин Пуца огласил цифру в полтора миллиона евро, вы согласны, и это деньги, откуда статья из непредвиденных расходов? Ну, верно, да, но то, что надо, ну, важно понять, что вот эти выборы такие необычные, поэтому, что там позиции, бюджет из три институции, ну, это Рижская Дума, это бюджет, который нужен Центрисберкому, и бюджет, который нужен... Самой избирательной комиссии, видимо, да? Нет, Белсон и Маграцила это парвало. Да. Потому что тоже в эти выборы надо посылать информативные письма, где ваш участок, и вот я тоже читала где-то, что это нужно им 200 тысяч для этого, потому что, ну, да, много в Риге тоже, избирателей Рига. Ну, так где-то под миллионы наберется, если бы. Ну, да, так будет, да. У нас эта система дорогая, ну, за эти сроки и конверты тоже дороже, чем когда можно планировать заранее. Решен ли вопрос, ну, возможно, на внеочередных выборов еще нет, но решен ли вопрос вообще с повышением оплаты для вот членов избирательной комиссии? Я помню уже неоднократно, еще и ваши предшественники, вы били тревогу и говорили, что действительно работа тяжелая, ночная по существу, а оплата вот неконкурентоспособная. Ну, да, это еще не решено. Следующий выбор у нас очередное самоуправление, тогда это... В 21-м году, да, в июне, да. В 21-м году это не бюджет государства, это бюджет самоуправления, которое, ну, у нас надо, мы будем думать, что об этом вопросе решать на 22-й год, когда у нас выборы в парламент, да, тогда это будет один из самых, наверное, главных тоже для нас задач, стараться, чтобы нас услышали, но не знаю, как будет. Ну, конечно, тоже дискуссия будет в 21-м году пока, потому что нам надо в бюджет ставить. Ну, это жизнь на бюджет, ну, будь то Рижская дума или парламентские выборы, а вот ежедневные у вас же тоже не такая высокая зарплата? Ну, у нас лучше, мы уже в этом году нам дали чуть-чуть побольше, но так что... Мы у нас в Центр-Лесбургом 14 человек, три из них члены комиссии, это другая зарплата, ну, тогда, например, для 11 человек нашлись эти деньги, ну, чуть-чуть, чтобы повесить зарплату, но, когда мы говорим о комиссиях избирательных, то это уже 10 тысяч примерно работников, да, тогда уже эта цифра очень большая. Мы как-то когда-то посчитали, что если среднюю зарплату, так, ну, пара цель, да, то... Смотреть. Да, смотреть-то у нас нужно где-то 1 миллион 800 тысяч. Только на зарплату во время выборов. Это очень немного. Я понимаю, что мы сейчас все время еще говорим, что, возможно, будет, то же самое, неочередные выборы, возможно, будет еще один процесс связанный с тем, что, по крайней мере, депутат оппозиции сказали, что если все-таки СЕМ примет закон или поправки к закону, которые предусматривают, что можно пропускать очередные выборы, в общем, чтобы Дума Рижская работала 5,5 лет, то 34 депутатских подписей, ну, фактически не оставляет президенту выбора, он должен приостановить принятие закона на 2 месяца и объявить, вот, ну, фактически сбор подписей, да. Если будет собрано, по-моему, 155 тысяч подписей, тогда будет референдум. Чуть поясните, когда подключается центр избирком, когда дело дойдет, если дело дойдет до референдума? Ну, тогда нет, и все сбор в этом случае, сбор подписей тоже будет иной, по той предыдущей порядке, какой у нас памяти, что 30 дней нам надо собрать эти одну десятую часть, чтобы был бы референдум, так это будет 30 дней, когда президент, ну... 30 дней, не 60, да? По-моему, 30 дней, ну, надо еще... По-моему, 2 месяца надо проверить, да? Нет, 2 месяца, это когда референдум надо делать, а 30 дней это для подписей, для этой случаи. Так что, да, такое есть, и, наверное, если так и случится, то будет опять одна, еще одна сбор подписей, да. Вот про количество сбора подписей, и их прямо... Можно запутаться скоро. Можно запутаться, поэтому мы с вами хотели, да, тоже проконсультироваться. Еще одна инициатива, это сбор подписей за распуск Сейма, которая просто как ракета взлетела, сейчас, правда, темпы, ну, значительно, значительно сократились, об этом тоже чуть позже поговорим, но вот по поводу количества инициатив. Изначально было 2 инициативы, которые были объединены в одно, и вы разрешили, в день принятия бюджета, разрешили сбор подписей, центральная избирательная комиссия. Сейчас кто-то еще присоединяется, это... Мы уже присоединились, да, это род Бедриба. Это профсоюз, да, профсоюз медиков, они присоединились именно к этой инициативе. Да, именно это, потому что надо понять, что это не выборы, мы не за партией, или за Бедрибом. Головное общество, скажем так. Да, голосуем мы, голосуем за, ну, если подписаемся, тогда просто за эту инициативу. Ну, и, конечно, проблема тоже такая, что в законе, закон на референдуме, он тоже старенький у нас, да, и там не... Нет такой ситуации, что нам делать, если вот такое случилось, случается, какое случилось, да. И мы тогда, централизберкоме, думали, как решить эту проблему, ну, вот и решение было такое, что если уже одна инициатива есть по этой теме, то тогда все, которые тоже такую, не знаю, внесут, то тогда они просто регистрируются как группа инициатив, но они тоже могут брать, не знаю, подписаться за эту инициативу и агитировать за эту инициативу, и не надо, не знаю, три инициативы с той же, не знаю, ну, как это... Такие же три, да, чтобы избиратель потом думал, а что такое, мне за каждое надо подписаться или только за тех, которые, не знаю, там, та партия или та партия внесла, ну, та. Достаточно мудро решение, мне кажется, не разбивать. В общем, все инициативы идут в одну инициативу. С этим разобрались. Дальше по поводу вот этих темпов. Сейчас значительно уменьшился темп, но, в общем, как вы считаете, такой, ну, есть жизнеспособная инициатива? если такие темпы, то 12 месяцев не хватит. Такие темпы, как последний месяц, например? не последний, ну, не примерно 100-200 подписей за день, тогда это слишком темпы, ну, низкие, да, но никогда нельзя знать, когда опять. А вот с этими подписями еще есть, мы все следим, там, журналисты, в общем-то, общество по порталу Латвия ЛВ, да, и большинство подписывается, но вот есть же еще вариант подписаться в самоуправлении, у нотариуса, в сиротском суде, вот эти подписи, которые там, они обобщаются, и на Латвии ЛВ у нас данные по всем, последние, или это только те, кто на Латвии ЛВ подписывается? Это только на Латвии ЛВ, у нас портал в центре сберкома, где все подписи вместе, у меня статистика вчерашняя, то, конечно, то, что мы видим, что когда, ну, например, надо идти где-то подписаться, то люди не так, ну, совсем не активно, я бы сказала, где-то сейчас, так, 17, 46, где-то 69 подписей было только вчера, ну, люди пришли, куда-то. А в общем, на сегодняшний день какое количество подписей, как собрано электронно и бумаги? 42 тысячи примерно, и в Латвии ЛВ это 41, 90, 23 было вчера. Остальные? Остальные, это, да. Вот такой вопрос, который, наверное, время от времени вам, наверное, тоже задают и дискуссии, все ими в то же время и от времени возникает, ну, насколько реально в обозримом будущем ввести систему электронного голосования на выборах? Потому что сейчас мы видим, что можно вот в рамках вот сбора подписей, вот не выходя из дома, эту процедуру совершить. Что касается, действительно, вот выборов удаленно, все приводят пример в Эстонии, я понимаю, что это тоже там не все так просто, но вот ваше мнение на сейшем. Ну, у меня, ну, всегда было такое скептическое мнение, но вот в пятницу у нас была конференция, там, профессор латвийского университента, господин Андрес Амбайенс, то еще точку у меня положил тоже на и что, наверное, еще не время для такого у нас не только в Латвии, но, наверное, и в других странах, потому что есть примеры, когда, например, в Норвегии тоже была такая идея, они даже пилот-проект сделали, а потом от этого отказались. И также, ну, есть исследование, что и в Эстонии, там, ну, не все там так хорошо с этим голосованием по интернету, так что там есть риски. Ну, конечно, пока ничто плохое не случилось, то, конечно, хорошо, все, нельзя сказать, что там все подделано, да, все, наверное, нормально, но есть возможность, ну, воспользоваться такому голосованию, когда вы, как избиратель, даже не узнаете, что у вас голос как-то поменялся в этом процессе голосования. такие риски все-таки реально существуют? Такие риски существуют, да. Ну, технически, наверное, организовать такое можно при желании, да? Ну, и так, что мы знаем эти риски, то, наверное, риски можно унизить, но это очень дорого тогда. Иногда нам надо задавать вопрос, надо же нам эту дорогую систему, если между тем мы знаем, что и активность не повышает. Особенно нет, да? Особенно нет. Почему этот вопрос возникает? Потому что, в принципе, если мы возьмем статистику, но реальность такова, что от выборов к выборам, к сожалению, явка снижается, да? Вот если мы посмотрим, начиная с 90-х годов, ретроспективно, я даже не припомню, что вдруг какой-то был невероятный всплеск активности именно на выборах. Это так на выборах парламента. Да. Но на выборах самоуправления, на выборах Европарламента у нас явка чуть-чуть повышилась. Да, это правда, так что, ну, наверное, если говорить о выборах парламента, то там эта система, ну, с апплецей, и то, Удостоверение все. Да, удостоверение, наверное, тоже то, что люди уехали за рубежом, и за рубежом труднее проголосовать. Эти те главные причины, почему, наверное, снизилась активность, ну, так. Это, кстати, хорошо, что Вы упомянули наших соотечественников за рубежом. Я так понимаю, что на выборах Рижской Думы у них не будет возможности. Нет, потому что здесь принцип такой, можно голосовать те, у которых здесь зарегистрировано место жительства, а не у них же место жительства на другом. Да. То, что возможно, ну, если у них здесь имущество, то теоретически они могли бы проголосовать, но практически у них так их возможность не снизить, если они не приезжают сюда 29 февраля. Кстати, это очень хорошее тоже замечание, по поводу избирателей мы разобрались, кто может, кто не может в Риге голосовать, по поводу кандидатов в депутаты, здесь тоже есть, наверное, нюанс, не любой гражданин Латвии может баллотироваться на выборы в Рижскую Думу, так я понимаю. Ну, да, тоже те, у которых здесь место жительства в Риге, собственность какая-то, да, у которых собственных, еще третье, которое отличается от избирателей, если они работали здесь 4 месяца перед выборами, нет, перед тем, когда подается список кандидатов, тогда тоже можно. То есть, здесь у них официальное место работало, да, но 4 месяца без партроукума, не знаю, без перерыва. без перерыва. У меня еще вопрос по поводу избирателей все-таки, даже те, у кого есть имущество, не все могут голосовать, это не граждане, и, ну, вряд ли, да, что-то за это время изменится. не изменилось, порядок голосования так и остался, как в 2017 году, этот закон не менялся. А граждане Европейского Союза могут, Они тоже должны здесь быть как-то задекларированы. Но нужно им, чтобы у них было место жительства в Риге 90 дней за, и чтобы они были регистрированы в нашем регистре жителей. такие же правила, как у гражданинах Латвии. Если, ну, вернее, не если, а когда пройдут неочередные выборы, вы вообще задумывались, об инициативе какой-то по поводу неграждан. Ну, то есть, получается, что человек, который приехал сюда год назад, он имеет право голосовать, а человек, который прожил там 25, 30, 40 лет и больше, он не имеет. Ну, это опять политика. Но вы имеете право с такими или не хотели? Нет, Центрисбирком не имеет такие права. Вообще, ну, у нас, если так говорить открытно, у нас вообще нет прав поддать какие-то поправки. Так, в жизни мы делаем так, что мы свои какие-то процедуры. Ну, да, мы свои, я кшелоком уже устал, предложения, поддаваем комиссии в Сейм, не в парламенты, как мы, но комиссии, и комиссия тогда может решить, хотят они наши предложения, там, не знаю, подать дальше или вообще, нет, не хотят. Так что, да, мы, как администраторы больше, мы выполняем закон. Возвращаясь все-таки вот к этим сборам подписей под разными инициативами, сейчас, как мы видим, это не единственное, кстати, по поводу распуска Сейма, есть еще и другие инициативы, которые вот регулярно поступают люди вот с такими инициативами приходят, все-таки несколько, чуть-чуть поясните эту процедуру, всякая ли группа может, я извиняюсь, не получится ли так, что Центр избирком просто завалит этими бесконечными инициативами, не знаю, за любой, там, не знаю, законопроект, который они придумывают, вот давайте за это соберем подписи, там, не знаю, за огороды соберем подписи, там, еще за что-то. Ну, вообще, эта процедура не очень сложная для нас, но то, что нам надо делать, просто смотреть, чтобы этот закон был, ну, как-то оформлен, так, как закону надо выглядеть, и чтобы он не был претруно, не противоречен, не противоречен с отверстами, да, но это не очень сложно, так что, да, если будет много инициатив, наверное, мы будем это тоже делать, но процедура, кто может это делать, это партии, которые зарегистрированы в Латвии, или объединение партий, и другая группа, это эти бедри, обществы, да, это русское слово, общество тоже, которое зарегистрировано в Латвии, в которых, ну, 10 избирателей, ну, надо быть, чтобы было в этом обществе, 10 избирателей, ну, тогда, да, эти две группы тогда могут и подавать свои инициативы, это законопроекты, или, вот, как об распуске парламента. 6-7-212-93-9, 6-7-212-93-9, напоминаю, телефон на прямого эфира, еще есть время у вас задать вопрос. А на кого вообще возлагаются обязанности вот по информированию о том, что такая акция есть? Ну, не знаю, там, про распуску 7, а ведь это не Центр избирком занимается рекламой этого процесса, да? Нет, конечно, потому что это уже агитация бы была. Мы даем всю информацию, которая у нас есть, если кто-то нас спрашивает, то мы отвечаем. Это не агитация, но если надо людей парляться, убедить, да, убедить, а потом-то тогда задача уже это инициативная группа, и в законе есть и правило, как, что надо делать, ну, так, не знаю, и ворот, чтобы вот агитировать, да, такие есть, и там тоже, как и на выборах, есть конкретная сумма, которая можно для этого, для этой цели... То есть если в соцсетях... То есть там тоже есть ограничения, Если кто-то будет писать в соцсетях, давайте все бежим подписываться, то это уже... Нет, в социальном сети, по-моему, это будет по-другому, но если это оплаченная агитация, то тогда, да, все эти расходы должны быть где-то, да, ну, как-то... Показаны. Показаны, да. Что касается, действительно, внеочередных выборов, если они будут, все-таки здесь есть особенность, муниципальный выбор будет проходить только в одном самоуправлении, в Риге, но я так понимаю, что вот эти все правила агитации распространяются на всю Латвию, да, и на все издания, неважно, они выходят в Риге или не выйдут. Да, да, ну, конечно, если вы агитируете о этих выборах за какую-то партию списка кандидатов, кандидатов, то все надо учесть, да, 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 конечно, но это они тоже, они сфера Центрисбиркома, это уже КНАП. КНАП, да. Прием звонок, да, доброе утро, слушаю вас, пожалуйста. Доброе утро, хотел бы с комментарием начать. Да, пожалуйста. Я благодарен вашей гости, что она не стесняет, пришла в студию и говорит со всеми гражданами Латвии, в том числе и на русском языке. Спасибо большое, это вот как раз-таки перфектный пример того, что человек ополитичен, потому что были примеры, когда в вашу студию приходили люди и принципиально на другом языке не говорили. А у меня вопрос такой, вот скажите, пожалуйста, как вот удалось все-таки избежать, в принципе, начиная с 91-го года, каких-то действительно крупных таких скандалов, связанных с подтасовкой результатов. Потому что вот на моей памяти был только один случай, если не ошибаюсь, это было на прошлых выборах, когда один депутат там устроил, извините меня, спам в соцсетях о том, что он следил до полуночи за результатами, и они как-то странно очень скакали, как он выразился. Вот в принципе у нас в Латвии как-то удалось избежать этого по сравнению, допустим, с России, если мы говорим, вот так вы этого добиваете. Спасибо большое. Да, но время от времени появляются какие-то разные теории, фантазии о какой-то подтасовке голосов. Об этой системе, насколько возможно в ней умешаться и так далее. Ну не знаю, я думаю, самое главное, что этот принцип, который нам, наверное, повезло, что в Латвии все почти сказано в законе, как надо делать, как надо считать. Это первое. Но второе, что мы всегда тоже сказали, ну всем сказали, если у вас какие-то сомнения, приходите, наблюдайте, смотрите, это второе. И третье, наверное, это то, что вот именно ночью уже все результаты по самым маленьком участке у нас, ну все может пересчитать, ну так сказать, но если там что-то не будет так, то все же уже поймут, что там какие-то ошибки. И вот тот случай, который Радис Лусичел сказал, то так, это уже другая сторона, когда люди не понимают, как мы это делаем, и тогда там что-то не понимают, два теперь уже бывших депутатов, что-то не понимают в этом процессе, как мы эти результаты получаем, и тогда им что-то там показывается не так. Но когда это после выборов, ну, например, мы смотрим и все уточняем, тогда, ну, там видно, что все было в порядке. Ну, закон и здесь, но все равно там, ну, знаем, да, Россия, наверное, самый такой очевидный. Мы закон покушные более. Да, мы какие-то спокойные, да, потому что, ну, это правда, что на предыдущей неделе у нас гостили тоже делегации из Албании, и им было очень интересно, тоже они, мы рассказывали, как мы эти результаты посчитываем, что у нас вообще-то очень сложно, это плюсы и не минусы, но вычеркниваем, нам надо всех подсчитать, и потом, ну, так много у нас данных, протоколе, тоже, и они думали, и у вас точно нет жалоб после выборов, ну, есть, ну, не знаю, там, 10, и им это было непонятно. Ну, как так можно? Ну, у нас так есть, ну, не знаю, ну. Сколько хранятся еще вот эти вот бюллетени, бумаги, именно в бумаге, то есть, если, например, там через год кто-то что-то заподозрил, может прийти, пенесчитать? ну, это макулатура после выборов, если все хорошо, тогда 10 дней надо после выборов, ну, не выборов, но когда протокол подчеркиван, да, тогда еще 10 дней мы их, ну, держим, храним, и потом уже можно их уничтожить. На переработку сдаете или уничтожаете? ну, это как, которое самоуправление, они же не возят нам все эти, были от них старые, они, да, отдаем лыган, из папирфабрика иногда, ну, чтобы, ну, смотрится как, ну, да. а могут использовать для своих нужд, например, на другой стороне, там, ну, те, которые не воспользованы, тех так и делают, ну, там, не знаю, на школах, в школе дети, там, нарисуют, или что-то, да, но те, которые уже зачеркнуты не избирателями, тех нет, тех мы изныцем. Надо уничтожать. Да, надо уничтожать, да. Кто, на ваш взгляд, и вы тоже говорили о том, что у нас, ну, и избиратели часто не видят смысла, и политики отталкивают от участия в выборах, кто должен, ну, пропагандировать, агитировать за участие в выборах, а не за конкретное, это должен делать цик, или это должны делать партии, но вот именно, что это правильно, что это нужно, что это просто. Ну, я думаю, активность, это такая вещь важная, то всем, все должны делать свое, ну, у нас в законе, что мы должны информировать, ну, конечно, если информируем, то это тоже, ну, частично мы также, ну, не знаю, рассказываем, что это важно, да, ну, информация, если больше информации, то люди понимают, если о чем-то больше информируют, то это важнее, да, ну, как-то так, но, конечно, если у нас, опять вопрос о деньгах, и о ресурсах, если у нас было больше денег, и ресурсов, мы, конечно, тоже хотели бы больше, не знаю, делать какие-то проекты, чтобы повесить эту явку, но, ну, есть так, так как есть, но у нас сейчас главное прежде, это информация, ну, я думаю, и политикам нужно агитировать, не только за свою партию, но и рассказывать, почему важно участвовать на выборах, и также, наверное, в школах, ну, я думаю, это уже делается, что учителя рассказывают, почему в демократии так важно участвовать в выборах, но это процесс, где все участвуют, ну, и также медиа тоже же это делает, рассказывает, что надо идти на выборах, и почему надо идти на выборах. Руководитель Центральной избирательной комиссии Кристина Берзин у нас в гостях, 67212-93-9, 67213-93-9, и номер WhatsApp'а 2306191, еще буквально 5 минут у вас есть для того, чтобы или позвонить, или написать в WhatsApp'е, и вот есть у нас звонок, надевайте наушники. Да, есть звонок, доброе утро, слушаю вас, пожалуйста. Доброе утро. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот, учителя, медики, недовольны своими зарплатами, устраивают акции. Скажите, пожалуйста, вот вы как член избирательной комиссии, и все ваши члены, довольны своими зарплатами, и вот выборы заканчиваются, и чем вы занимаетесь? Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Два вопроса, на самом деле, да. Ну, первая зарплата, я думаю, это тоже кто-то своей зарплатой всегда доволен, кто-то не доволен всегда. Никогда. Никогда. Ну, я вообще-то довольна, потому что если сравнить, какая зарплата у меня была, когда я не была в этом поиске, то, конечно, у меня теперь, ну, большая зарплата, я думаю, хорошая зарплата для меня, ну, это только мое мнение, я не знаю о других коллегах. Но второе, что мы делаем, когда нет выборов, я тоже так думала, 20 лет назад было как-то все проще, когда не было выбора, там были только, ну, какие-то поправки в законе, так, но сейчас выбор кончился, все лето мы что-то делали, теперь опять осенью, опять всякие, всякие, не знаю, ситуации случаются, где нам надо что-то решать, сделать, так что не было такой минуты, когда сидишь и думаешь, что теперь делать? Чем бы заняться? Чем бы заняться? То есть все, все инициативы, оформление. Да, вот это перед выборами, и, конечно, то, что очень важно, что эти технологии, им надо было нам помочь, но они помогают, но они тоже очень много времени, чтобы подготовиться к внедрению этих технологий. Эти технологии, наверное, те, которые уже, можно ответить, что мы делаем, когда нет выборов, мы планируем уже, как будут работать эти технологии на очередных выборах, мы делаем эти системы, думаем, как их улучшить, но это, наверное, такая задача, одна из самых главных, когда нет выборов. Второе, сегодня тоже надо идти в парламент, там решаются, будут поправки тоже в законах, тогда нам надо слушать, если нам спрашивают наше мнение, то тоже ответят. И такие, да, такое тоже, что мы делаем, когда нет выборов. Ну и, так что мы тоже думали, ну, будет такой тихий период, вот эта осень, да, то мы решили конференцию сделать, и она пришла в пятницу. Ну, такие и такие же мероприятия мы делаем. Конференция прошла, пора заняться неочередными выборами теперь. Да. По поводу технологий хотелось бы тоже поговорить. Вот вы упомянули эту технологию, когда сразу видно, кто за что, и сколько, и где, да, в процентах. Какие еще, вот что нового за вот время вашего председательства и руководства, да, это... Ну, то, что, ну, получили финансы для того, чтобы эта система, ну, которую мы теперь покупаем как услугу, да, чтобы она была наше имущество, но это проект на следующий год, нам надо вырабатывать эту систему, чтобы она была государственной. Теперь это наша... То есть, вы в частной компании будете принимать или выкупить товар? товар? Нет, мы будем конкурс делать, и тогда можно будет участвовать другим, но не обязательно, что мы будем покупать с этой компанией, которая это сделала, но, конечно, у них преимущество, так что они знают эту сферу, ну, посмотрим, как это будет, кто выиграет, но вот сейчас мы делаем эти процедуры, подкупки, чтобы это сделать, это такое новое. второе, что нам надо решить и завтра тоже в парламент будет дискуссия о том, на очередных выборах в самоправлении будет ли эта возможность голосовать на любом участке, ну, мы хотим, чтобы была такая возможность, так что уже, я, по-моему, вот уже в этом эфир рассказывала исследование, где 80% жителей Латвии думают, да, что это возможность такая хорошая, и они бы хотели, чтобы такая была, но там тоже технические всякие, там, может быть, риски какие-то, это сроки, может быть, уже короткие, ну, будем смотреть, но если будет такая возможность, то тогда эта система регистрации в участках, это будет делать пилсонрибс миграции Латву Парвал, это будет их проект, который будет как модуль регистр избирателей, ну, это, теоретически это к следующим неочередным выборам. Ну да, мы хотим, чтобы это было в 21-м году эти выборы, но потом, конечно, и выбор парламента. А, может быть, последний вопрос, да, гонку, вот здесь наши радиослушатели спрашивают, что касается досрочных выборов, возможно ли они на неочередных выборах, ну, словно говоря, если есть 29-го февраля, допустим, выборы, кто-то не может быть, или работает, или по религиозным причинам не может, он может только проголосовать, не знаю, 28-го. Да, 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 эти три дня, в выборах, к которым мы привыкли, эти будут тоже, Вот это очень важное замечание. Это тоже будет, так это среда, четверг, пятница перед выборами, когда тоже эти пару часа, день, можно будет проголосовать в своем участке, да. Спасибо, это важное было замечание. Руководитель Центральной избирательной комиссии Кристина Берзини, время стремительно подошло к концу, спасибо вам большое, всего хорошего.